Слухи о бедственном положении Татфонбанка распространились быстро, у клиентов появились проблемы. Банк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладам физлиц. Настоящий бум в офисах Татфонбанка по всему Татарстану был в эти выходные. Люди ринулись снимать свои деньги. Кстати, получить средства проблематично и сейчас. Я попытался это сделать в этом отделении через терминал, на что он выдал мне вот такой чек. Там попросту нет наличности. Никаких успехов нет, как говорится. Попробовал на Мира снять, бесполезно. Здесь тоже бесполезно. Поедем в другие места. Искать другой банкомат было бесполезно. Альтернатива – получить деньги через кассу с лимитом в 15 тысяч в сутки. С неудобствами столкнулись и юридические лица. У меня счет юрлица. Я оплатил зарплаты. То есть на той неделе было четверг или пятница. У меня люди зарплаты не видят. У меня как бы транспортная компания. Я бы сказал так. У меня в Сибири три машины груженные. И у них нет топлива. Я на топливную карту от нефти отправляю деньги. И эти деньги у меня водители не видят. То есть они без солярки стоят. В эти выходные была еще одна проблема. Несмотря на наличие средств на карте, невозможно было расплатиться в продуктовом магазине, на заправке или, например, в заведении. Вот как это комментирует Татфомбанк. Сейчас можно расплатиться картами в торговых точках. Трудности могли быть у клиентов в том случае, если владелец точки отказался принимать карту банка. По сообщениям ряда СМИ, критическим положение Татфомбанка стало после приостановки деятельности банка Пересвет в октябре этого года, где первый являлся держателем облигаций второго. Вдобавок, с прошлой недели Татфомбанк испытывает сложности с проведением платежей. По закону, не проведение платежей в течение 14 дней грозит отзывом лицензии. Мы зафиксировали повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов на фоне публикации в СМИ о возможной санации и панике в соцсетях. При досрочном снятии вкладов в кассе можно немедленно получить 50 тысяч рублей. На досрочное снятие свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку. Введение предварительной заявки – это одна из мер по восстановлению ликвидности банка. Контрольный пакет Татфомбанка находится у правительства Татарстана. Это внушает оптимизм. Между тем, Центробанк России рассматривает план санации банка, то есть его финансовое оздоровление. Объем необходимой помощи оценивается в 80 миллиардов рублей. Правительство уже ведет переговоры с регулятором, а потому, скорее всего, отзыва лицензии не будет. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР.